Осьминог Бесконечности Спорчеством за этот год именно в стихах, что же я сделал нового интересного в стихотворениях. Сегодня давайте обратим внимание на наиболее интересные мои работы за 2019 год. Также обратите внимание на обложку. Смотрите, какая красивая обложка, какой осьминог. Вы сейчас увидите его еще раз. Как обычно, художница у нас Ярослава Розанова. Вот вы посмотрите на вот это замечательное чудо, которое она нарисовала для моего следующего сборника, который он скоро-скоро-скоро уже выйдет, и я его смогу уже подержать в руках и продавать даже смогу. Потрясающий, в общем-то, потрясающий рисунок, верстка замечательная у книги, мягкий переплет. Очень сильно рекомендую. Если вы хотите, ну, подержать в руках само произведение искусства, в общем-то, верстки непосредственно в том числе, вот вам возможность. Все мои сборники выглядят просто потрясающе. Там много авторского такого контента в духе иллюстрации, которые сделаны, в общем-то, специально для сборника. Смотрите, какая красота. Черное солнце и на нем осьминог. И нарисовано просто замечательно, на мой взгляд. Поехали. Да сейчас будем читать одни из самых лучших стихов. Давайте посмотрим, что я здесь выделил. «Тень в пещере Платона, оставя все позади, поэтическая». Это стих 18+, вы его сами сможете почитать, да. «Ухватывая вечность западул, этой белоснежной весной». «Ах, как прекрасно бытие». Ну, актософию читать не будем, она очень большая, тоже ознакомитесь потом. Поехали, ищем хорошие, крутые стихи. «Пищеликий герой» не будем трогать. О, продолжение строк Дмитрия, хорошее, но тоже не будем трогать. «Тень в пещере Платона». Вот, прочитаем этот стих. Вот он весь, да, почти уместился. Ха. «Я тень в пещере Платона. Не уходи, задержись. Там нет ничего такого, лишь солнце, оно не жизнь. Я изменяю формы, не зная преград и границ. Ты там ничего не понял, а потому вернись. Твой глаз не выдержит света. Цвет — это тот же обман. Не слушай пророков, поэтов и прочих, кто ходит там. Они в такой же пещере, только наоборот. Они свободы хотели и получили плод. Своих же пустых иллюзий, свечку за солнце приняв. И череда конфузий повторится опять. «Они исказили законы, они исказили жизнь. Я тень в пещере Платона. Не уходи, задержись». Так, очередь к дьяволу. Ха-ха-ха. «Вне времени и пространства». «Человек с чужой головой». «Оставив все позади». Ну, давайте попробуем оставить все позади. «Оставив все позади». «Ненависть и любовь, врагов и лучших друзей, великих и невеликих. Я продолжаю свой, бессмысленно вечный бой за понимание в душах, собой поглощенных, закрытых. Тот, кто не хочет понять, добром своим сделает зло. Любовь обратит в насилие, и это не будет весело. Каждое построение создаст мировое злом. Борьба за священный мир станет кровавым месивом». «Чтобы всех уравнять, нужно лить братскую кровь. Чтобы дать всем свободу, нужно убить угнетателя. Чтобы увидеть душу, нужно вспороть нутро. Чтобы найти себя, нужно унизить предателя. Только вот дело в том, что каждый из нас для других – предатель и угнетатель, желающий высшего равенства. Но справедливости нет, она лишь античный миф. Рождай родившийся в жертву Цикуте на смертоносном таинстве. «Освободив, оставив все позади, истину и вранье, сладость и горечь жизни, радость и сожаление, я стремлюсь к пониманию. Ведь так далеко оно. Но в этом своем стремлении я становлюсь живее. Я не пророк, не мудрец, я не поэт и не бог, не сверхчеловек, не писатель, не призрак, идущий по свету. Я просто хочу распутать безумный кровавый клубок, который сплели мудрецы, боги, пророки, поэты». Так. Ха-ха-ха, как хочется прочитать этот стих. А давайте не будем читать матерные слова, но все-таки ознакомимся с ним. Современная поэтическая варня поставляет самый лучший товар. Для ловких фехтовальщиков кожаные сабли, предпочитающих утонченный обман. Маленькие инфантильные куртизанки читают стихи под рояль или пианино, а после оводят себя к Поковкеанскому замку. Но в итоге нож воткнут в спину. Здесь ты можешь испить ананасовую воду или приласкать мохнатого сурка. А также есть мальчики китовой породы, что шепчат стихи свои по слогам. Тут можно шайбу забить в ворота. На сайте специальном провести время здорово. И с нами нести с обнаженными фото. Тут украинки, шизанутые на всю голову. А некоторых девочек в форме военной отправляют обслуживать солдат на Донбасс. И очень рад прилипенных славной поэми, но он пелевина предпочитает сейчас. Мамочка Полоскова заправляет притоном и бережно следит за чувством стиля и вкуса. Если от завета отклонится хоть одна особа, ее распнут на пять с плюсом. Здесь на словах каждая Алиса из-за зеркалья. А на деле Лолита из романа Набокова. Как же надоела мне графомания. И не греет это дешевое логово. Так много достойных женщин, что пишут стихи на взрослые темы. Но куртизанкам пробиться легче. И умножается их жалкое племя. С каждым новым фестом и новым конкурсом, с каждым новым проклятым мероприятием. Все развратнее поэтессы распускают волосы. И проституция становится обычным занятием. Фух. Да. Вот так вот. О, стих про Дугина. Потом прочитаете. Ха-ха-ха. Сансары, крыши, стихи тоже хорошие. Ага, ага, ага. Так. Длинная. Но вроде хорошая. Поехали. Ухватывая вечность западов, Я представлял эпохи долгих странствий По бесконечным и пустым пространствам. Ведь не земля, вселенная мой дом, Где нет желаний, гордости и страсти, Морали, эгоизма, воли к власти, Где мир поет, но только не о том, Что слышать любит праздный человек. Поля, леса, моря и океаны Неинтересны мне, их любят истуканы, А я так высоко, так далеко. За небом беспредельно одиноким, За космосом безнравственным, Жестоким безмерностью, безверием, влеком Не нужен мне хваленый человек. Так мелочны культурные каноны И мудрость идолов, погрявших скверной лжи, Что не мешает им учить на вас жить. Так мелочны вожди и их народы, И за границей их безумных склок Скрывается великая свобода, Освободись же, умный человек. Эх, все вы, ах, все бы хорошо, Все бы хорошо, но смертное тело, И сохнут руки, скулы, острый ум. И как бы много не набрал я струм, И как бы не играл на них умело, Погибну словно жалкий человек, Как распадется мой вселенский дом. И отпущу я вечности подол. Продолжаем. Что же здесь еще хорошего-то у нас есть? Ну все хорошее, но что-то более хорошее. Так, что, что, что? Про Юрия Гагарина. Да, конечно. Как же без стихи без Юрия Гагарина. Как же без них? Так, 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 так. Обращение в жалобную книгу РЖД. Конечно. Куда же без него? Про защиту диссертации, Про бездну. А, вот хороший. Этой белоснежной весной Снова погибнет все, Что нам было дорого. Искусство и ремесло, Философия и естество, Каждый день по ним звонит колокол. Этой белоснежной весной Погибнет добро и зло, Погаснет звезда за звездой, Покрыв мир таинственным мороком. Этой белоснежной весной Нам повезло, мы уснем, А тот, кто проснется потом, Нам пишет на чистом новое. Этой бесконечной весной Каждый первый объят. Сочится по венам яд, Холодный, будто лед девять. Как же нам не повезло, Рано проснулся я, Чтобы все переписать, Пока в льдинах спят соседи. Будить остальных нельзя, Их сон далеко не изъян. Он не наносит ран И дарует спасение, Чтобы не чувствовал я. Иллюзии, лучший план. Без них все умрут без тепла, Ничто бесконечно весенним. Так, белка и стрелка Посвящается Анне Долгаревой. На этот раз не Гагарин Полетел к Богу, А белка и стрелка. Понимаете, как замечательно? А вот и рисунок, Как раз про это. Ух, ух, вот, вот они. Тоже поехали поговорить с Богом. Ведь все же коммунистические, В общем-то, персонажи, Они летают в космос Поговорить с Богом. Это же очевидно. По долицемерию хороший стих. Угу, но мы не будем его читать. О, а помните собор? Сгорел. Ладно, да, это стих про это. О, я хочу быть бомжом в США. Замечательная работа. Но мы сейчас дойдем До чего-нибудь другого. Угу, я человек, Документ хороший, В безделье, отлично. Сейчас, сейчас. Мой генетект Чикатило. Мы не будем это читать, Но это тоже хороший стих. Так, так. Опа. Доктор Никто. Доктор Никто. Доктор Никто. Неудачник вселенских масштабов. За что не возьмется, Добиться не сможет побед. Ему не помогут Ни Бог, ни цари, ни штабы. Старания все стираются, Будто их нет. Где-то висят портреты Великих кумиров, Где-то стоят скульптуры Великих плутов. Чьи-то книги считают Практически целым миром. Чьи-то книги Не сможет прочесть никто. Годы работы Народ никогда не заметит. Всем наплевать На титанический труд. Оргия мудрецов, Писателей и поэтов Не примет его, Но пригласит приблуд. Трудятся бродяги, Безделием своим поражая. И успех, и славу Готовы подать, Общество без проблем Бездельников возвышает. Нет справедливости, Вкуса и даже труда. Доктор Никто Забыл про пространство и время. Ведь путешествует он Лишь в бесконечном ничто. Он ничего не ждет, Он ни во что не верит, Так как давно Расстался с заветной мечтой. Но по накатанной прет Мастер сквозь мрачную пустошь, Из ничего создавая В ладонях миры. Кости от массы Гнуться до боли, До хруста. Выдержать это Нет идеальной судьбы. Доктор идет Дальше мглу разгоняя. Жаль, что за мглой Точно такая же мгла. Это бессмысленный путь Без цели, Без расстояний. Кажется, Не закончится никогда. Доктор Никто Не лечит чужие болезни, Даже свои ему Не повластны порой. Он как то дерево Из Джоанзы Бесполезный. Он не злодей, Не нейтральный И не герой. Все неудачи В чем-то подобны Успехам. Ведь их сотрет Бескомпромиссная смерть. Пусть неудачник Сегодня Будет потехой. Ведь достижение В масштабах вселенной Момент. Так. Дважды в одно бытие Не войти, А может быть Даже единожды. Ведь мимолетные Наши пути И человек из них Вырожден. Я бы сравнил себя С той рекой, Что протекает И в Греции. Сегодня один, Послезавтра другой. Меняются Акциденции. Головы романтиков Растут в моем саду. Да. Моя вторая половина Люцифер. Ух. Горячо. Трудов моих Не нужны. Отстойнословение. Да-да-да. Очень позитивный год. Миф о самом себе. Хорошо. Это не обо мне, кстати, миф. Это миф о тех, Кто создает миф о самих себе. Угу. От глупости не убежать В любой галактике. Усомнись. Хорошее стихотворение. А давайте его и прочитаем. Усомнись во всем, Что сказано до тебя. Усомнись во всем, Что до тебя изучено. Усомнись в основах В Саакова бытия. Усомнись в необходимости Случая. Усомнись в бесконечности Умных книг. Усомнись в законах И правилах. Усомнись в историях, О, ученик. Ведь она нам Так мало оставила. Усомнись в профессорской Кутерьме, Что иные зовут Познанием. Усомнись в просветлении И вечной тьме. Усомнись в судьбе и призвания. Усомнись в классической красоте и природной, конечно же, тоже. Усомнись в бесконечности всех идей. Это тебе не поможет. В иллюзорных частицах плодятся миры, что питаются нашими мнениями. Усомнись поскорее в чувстве вины. Усомнись в идиотах и гениях. Усомнись во всем и в себе усомнись. Тогда ничего не останется. Лишь так ты начнешь философскую жизнь. Надеюсь, тебе понравится. Или со мной оставайся здесь, в великой бездне сомнения. Нас не сразит иллюзорная смесь безмерного лжетворения. Философ создаст новый мир в небытие, а люди за ним последуют. Мы же с тобой в покое и тьме все предрассудки изведаем. Опа! Опачки! Это стих про быдло. Его мы точно зачитаем один из ключевых стихов 2019 года. Быдло. Быдло. Вот мера любых вещей. Быдло. Вот голос истины. Быдло, оценщик умных речей с глубоководными мыслями. Быдло. Критерий для всех наук, а также их демаркация. Быдло-ученые встали в круг, придумывая сенсации. Быдло-писатели прут на Донбасс и дрочат на Достоевского. Каждый из них фанатичная мразь. Здороваться с ними брезгую. Быдло-поэты читают стишки на фестивалях поэзии. Слушают их лишь тупые ложки. Чаще всего нетрезвые. Быдло-актеры играют порой признанных всеми гениев. Быдло-певец, даже самый тупой, транслирует свое мнение. Мало кто сможет понять сей урок и бросится в обвинение. Быдло-наш царь. Быдло-наш бог. Быдло-любовь и спасение. Вот так вот. Интересный стих, честно. Продолжаем. Продолжаем. Ах, как прекрасно бытие. Один тоже из ключевых. Давайте попробуем. Ах, как прекрасно бытие. А небытие еще прекрасней. Безмолвно царствие теней. Оно покоем своим дразнит. Ах, как прекрасен этот мир в глухом, жестоком безразличии. Он без причины мной любим. Пусть для него я и вторичен. Ах, как красивы небеса. И воды тоже бесподобные. Все это здесь не описать. Пусты поэзии и каноны. Ах, как чудесен человек. Бездумье догм и предрассудков. Как много благ. Как много бед. Как много горести и шуток. Ах, как наивен он их прост. Когда гадает о великом. Так далеко до блеклых звезд. Но близко к фанатичным крикам. Мне интересно жить, друзья. Но смерть не принесет расстройства. Разгадка тайн небытия. Подарит вечное спокойствие. Ну и сразу еще один топовый стих. Союз нерушимый грибочков свободных. С отсылкой, да, конечно же, на Курехин, на Ленингриб. Но вот мы сейчас зачитаем интересный стих. А, конечно же, в духе гимна написал. Союз нерушимый грибочков свободных. Сплотил мелкий красный злой мухомор. Его силуэт на грибнице народов запомнят, как самый великий позор. Вокруг говорушки, маслята, свинушки, поганочной партии рады служить. Трутовики и лисички-волнушки в грибе сатанинском нечают души. Славься, грибница ты наша свободная. Царство грибного надежный оплот. Знамя великое и мухоморное от отравления к смерти ведет. Не светит лукошка нам бюргеров подлых. И не проникнет в мицелий шпион. Мы миновали темницу народов. Мы раскулачим блатной шампиньон. Сквозь грозы сияла мечта коммунизма. И злой мухомор в этом нас вдохновил. Гриб сатанинский на славу отчизни репрессии жесткой наш путь озарил. Славься, грибница ты наша свободная. Царство грибного надежный оплот. Знамя великое и мухоморное от отравления к смерти ведет. Снежок не сметет нас грибом смертоносным. Нас не запугают сморчки КГБ. Опята прорвутся истернии к звездам. На самой безумной электроволне. Кыштымский маяк нам осветит дорогу. От грибога до развала мечты. И остается играть в недотрогу. Тому, кто мицелий жестокий наш чтит. Славься, грибница ты наша свободная. Царство грибного непрочный оплот. Знамя безликое и мухоморное. К смерти ведет. Только к смерти ведет. А вот и из моего романа «Перерождение Герострата» как раз стихотворение. Стихотворение о Герострате. Мир горит, мир дымит и превращается в ад. Кто гоним, кто любим, все в итоге сгорят. Каждый дом, каждый сад ждет полыхающий ад. Лишь он рад, очень рад, ведь он Герострат. Злой эфес, словно лес, видит он в огде. Даже Зевс, гордый Зевс, не указ тебе. Гераклитовый клан жаждет разрушать. Артемидовый храм, только первый шаг. Славы зов, старый сон, он ее достиг. Слабый бог, самый сок, дай его снести. Каждый храм и кумир в пламени горят. Кто поджег этот мир? Бравый Герострат. Где Тесей, где Персей, их забылает. Одиссей облысел в страхе, все горит. Будто смерч, ураган. Он идет вперед, бросив вызов богам. Он все разнесет. О, герой, лишь липой обвинит тебя. Нелегко быть слугой, ползать как змея. В мире много рабов, только без царей. Ты бросаешь в огонь идолы идей. Ты во мне, ты в других. Разрушением рад. Символ пламенной борьбы. Славный Герострат. Так, Верлибр отрицание. Верлибр читать не будем. Аналитическая сказка. Читаем или не читаем? Это хороший стих. Жила-была принцесса Гитгенштейн. Она молчала во дворце из фактов. Реальность лишь была в ее мечте. Фантазия пустой, излишний фактор. Она играла лобко с языком, чертила треугольники для фреги, а с неба наблюдал большой дракон, фашист-усатый Хайдеггер, стоногий. Дракон болтал о проклятом Дазайн. Плевал огнем на смысл и значение. Не веря вегенштейновским слезам, он к бытию испытывал влечение. Спасти мадам пытался Карнап. Сэр, вооружившись луком эмпиризма, не избежал герой в бою потерь. Пал от континентального садизма. А в комнате у барышни портрет. Великий Стюарт Миль на нем смеется. От шлика на столе стоит букет, но этот рыцарь в битву не суется. Барон Нитрат махал все языком. На Мартину все языки жилища. Среди аналитических икон дракон легко находит свою пищу. Могущий Рассел снарядил коня. Решив спасти прекрасную принцессу, он до дворца добрался за два дня, распутав ряд логических эксцессов. И зверя Рассел жаждал выбить дурь и бросил вызов гаду по закону. Полил он сотни ятомарных пуль, что пробивали чешую дракона. Так рухнул Хайдегер в ужасное ничто. От радости принцесса сразу слезы. А Рассел нежно приобнял ее. Он не заметил пламени делеза. Вот как бы так. Это реально очень классный стих. О, и про Достоевского тоже очень классный стих. Поехали. Это стих очень такой психопатический. Достоевский. Сейчас надо тут готовиться. Поехали. Достоевский идет за мной по пятам. Достоевский берет топор. За спиной слышится мощный удар. Головою отвердый пол. Достоевский скребет. Достоевский скулит. Достоевский крадется в ночи. Он за мною следит. Он всегда говорит. Он никогда не молчит. Достоевский судит у меня в голове. Лихорадкой сводит с ума. Он виноват в каждой мрачной войне. Его облик скрывает туман. Смехом злодей надорвет свой живот. Догоняя меня по пятам. Достоевский летит. Достоевский плывет. А внутри у него пустота. Тостоевский еда. Достоевский зенон. Достоевский Еву достал. Толостоевский писал, как сложен полеон. Христоевский любит Христа. Я с ума не сошел. Я лишь много считал. Достоевского он мой Эйнштейн. Прав так много имел. Но теперь я лишь тварь. Духостоевский любит Рамштейн. Дом 100 Невский. Я слышу его в отражениях паучьих сетей. Полстамески в руках. Достоевский мой враг. Выходи на сражение скорей. Я с ума не сошел. Нет, не сошел я с ума. Я с ума... Сошел мне с ума. Здесь туман. Достоевский мой гроб. Достоевский мой бог. Достоевский пугающий храм. Фух. Ладно. Я... Это был эксперимент. О, Актософия. Это стихотворение, в котором описаны этапы всему моего философского творчества. Один, два, три, четыре. Еще цифры перепутаны специально. В общем, вот это прочитать обязательно надо. Но у вас сейчас не будет дышаться. А, да. Ищем дальше. Ищем дальше топовые. Очень топовые стихи. Самые топовые стихи. Либо на творчестве хороший и длинный. Мы его читать тоже не будем. Так. Ух, я не знаю, смогу ли я это прочитать на самом деле. Это довольно сложный стих. Обращение инопланетянина. Код. Омега-4-Л, четвертый знак, икс-5-пси-б. Я видел миры. М-И-Р-И. Триллионы песчинок. П-Л-А-Н-Е-Т. Квадриллионы созданий. З-Н-А. И краткое. Бесконечность учений. В-Е-Р-А. Я много видел. Увы. Н-О-В-Ы. Но вы, не зная совсем ничего. Н-Е-Т. Мните свой бред познанием. З-Н-Э-К. Каждый век умножаем учения. Э-Р-А. Ну, видимо, надо немножко по-другому читать. Чужд вам покой. Внутри. Чужд вам покой. Снаружи. Вечно идет война. Пустота. Гибнут еретики. За взгляды. Твердой рукой убить. Покалечить врага. Не нужен. Вот, что нравится вам. Острота. Поэтому вы дураки. И рады. Впрочем, вы не одни. Дураки. Глупостью космос набит. До верхов. Знает она много форм. Наук. Множество оснований. Философий. Каждый вид тратит дни и стихи. Лучшим из всех себя мнит. Не таков. Космос для вас лишь фон. Не друг. В круговороте желаний. Хе-хе. Великий поток бытия. Нет. Не будем читать. Биполяр Олежа. Прямо у друга Олега. Тоже не будем читать. Это личное. Личное, что вы можете купить у меня. Конечно. Так. Я иду по дороге темной. Нет. Сейчас. Опа. Давайте это. Деус Экс Нихила. Бог пустоты. Сущность свою не скроет. Не познаваем и не един. Из вечного вакуума скроен. Ни добр, ни зол. Ни благ и ни плох. Ничтожен в своем величии. Невежда вас спросят. Какой же в нем толк? Такой же, как в безналичии. Минус. Отсутствие. Вечный покой. Истина, что в отрицании. Вот его мир, что не тронуть рукой. И не постигнуть сознанием. Не создает он вокруг суету. Вселенные, планеты. Деус не там. Деус не тут. Его в трансценденции нету. Он не всеведущ. От слова совсем. Он ничего не знает. Нет. Силой творения и перемен вовсе не обладает. Кто-то вновь спросит. Какой же в нем толк? Он не дарует удачи. Деус экснихила. Истинный бог. Он ничего не значит. А давайте вот это вот попробуем. Тоже такое. А нет, давайте не будем. Она длинная. А давайте вот так. Вот оно вот есть. С первой попытки мыслить прошло много лет. Счет шел на Ницше, Платонов, Кантов, Декартов. Я позабыл уж тот великий момент, когда оторвался от них и появился Шадов. Помню, рождение свое завоевал борьбой. Помню, как бросил вызов всем сторонам вселенной. Помню, что бился я с той философской гурьбой, которую обожал, нежно любил и лелею. Помню, как по частям уничтожал себя и на крупицы догмы свои раскрошил и бросил. Я погрузился во тьму, хоть и хотел сиять. Я перестал быть одним. Тогда меня стало вусень. Нет, я уже не тот, кто на земле был рожден. Нет, я уже не тот, кто жалко молился Богу. Нет, я уже не тот, кто видел Ницше вождем. Нет, я уже не тот, кто пожалел о многом. Нет, я не нигилист, пусть и привык отрицать. Даже не скептик. Им не достает сомнение. И я не человек. Ведь не имею лица. Ведь человек — это память, а я само — забвение. Мысль — мое бытие, поиск — моя пустота. Истина — ерунда, она ничему не служит. С первой попытки мыслить движение обрел навсегда. Оно погружает меня в бездну все глубже и глубже. Прошел век Платона, пройдет век Декарта. Тогда все изменится, друг. Забудут бозоны, координаты и термины прочих наук. Другие вопросы, другие ответы и системам границы нет. Но ждет всех их просить. А авторитетов давно поджидает смерть. Извечность законов — обычная вера. Обыкновенный миф. Они нам знакомы, они наша мира. Ведь мы прародители их. Лишь в слове и мысли, числе и фантазии рождается правда людей. Проходит век истин, но знание дразнит потоком новых идей. Ну и катринизмы. Много катринизмов. Наверное, их мы читать все-таки не будем. У вас будет возможность прочитать еще кучу-кучу катринизмов. Это самый большой мой сборник. Как видите, больше 146 страниц. 146 страниц. Много стихов интересных. Больше 100. Я думаю, если вам понравились те стихи, которые мы уже сегодня прочитали, остальные вам тоже понравятся. И, конечно же, не забывайте о прекраснейших иллюстрациях Ярослава Розанова. И вот это вот прямо чудо. В каждом моем сборнике вот такое чудо, за которое тоже не грех заплатить. Прекрасная работа. Очень старательно проделана. Восьмикратно с вами прощаюсь. И желаю понимания. Слушайте хорошие стихи философские, умные. А не слушайте всякую фуфло вроде тех персонажей, которых мы писали в стихе философская варня. Вот там, не философская, поэтическая варня. Где варят вот этих вот поэтесс всяких банальных, ужасных, которые называются пропагандой и какие-то подростковые глупые стихи пишут. Читайте и слушайте умные стихотворения. Интересные, хорошие. И не только мои, главное. Не только мои, конечно же. Восьмикратно с вами прощаюсь. Желаю понимания хорошей и умной поэзии, которая заслуживает того, чтобы быть прочитанной. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok